Бег не в полной армейской выкладке, но уже задача не из простых. На поясе противогаз, в руках макет автомата, точно повторяющий габариты и вес. На голове каска, которую нужно надеть правильно, чтобы не сползала. И пробежать один километр по условно пересеченной местности. Страсти кипят нешуточные. На кону честь учебного заведения. Это первый этап военизированной студенческой спартакиады. На старте шесть команд по восемь участников. В течение года им предстоит посоревноваться в беге, эстафете, стрельбе, преодолении полосы препятствий. Это муниципальная спартакиада. Почет и уважение среди всех учреждений. Плюс преподаватели и руководители данных учреждений могут отобрать какой-то костяк для себя. И из своих учеников, чтобы представляли их учреждения на краевых соревнованиях, зональных этапах каких-то соревнований. Девушки бегут 500 метров с противогазами. Лариса Зубкова учится в анапском индустриальном техникуме на фармацевта. Профессию выбрала по душе. По душе и соревнования. Хотя о военной карьере она пока не думает, но к соревнованиям по стрельбе готова. Я готова к этому. Я часто участвую в таких соревнованиях военизированных. Очень близко, потому что занимаюсь спортивным туризмом. Я занималась хоккеем, я занималась много чем на самом деле. И это просто интересно. По душе, спорт по душе. Студенческая военизированная спартакиада проводится уже в восьмой раз. Следующий этап пройдет в тире школы номер 6. Оружие пневматическое. Предварительно участникам дадут возможность потренироваться. Окончательные итоги спартакиады подведут летом будущего года.